В области экономики, финансов и политики не переключайтесь. Я приветствую тех, кто в эти минуты присоединился к многомиллионной аудитории телеканала «Царьград». Меня зовут Юрий Прайнко. Продолжим анализ наиболее важных и острых тем в области экономики, финансов и политики. По средам мы это делаем с известным российским экономистом Валентином Катасоновым. Валентин Ильич, я предлагаю затронуть крайне интересную тему, которую мы с вами еще точно не обсуждали. А на других каналах, вообще в российских медиа, эта тема почти табуирована. А может быть и табуирована. Центральный банк, господа, это не просто институт, который регулирует финансовый и страховой рынки, а также рынок негосударственного пенсионного обеспечения. Это еще и мощнейшая бизнес-структура, ставящая перед собой главную цель – получение прибыли. Использование Центробанком в качестве инструмента обогащения ростовщиков всегда носило скрытый, я бы сказал, сакральный характер. Подробности в нашем материале. В минувшем году прибыль Центробанка составила 43 миллиарда 745 миллионов рублей. Такие цифры значатся в официальном отчете мегарегулятора. Хотя закон о Банке России и декларирует, что получение прибыли не является целью Центробанка, однако таковую он получает исправно каждый год. Не бедствуют и многочисленные дочки ЦБ. Самую любимую именуют сберегательный Банк России. Никаких оснований сомневаться в законности родственных связей нет. Банку России принадлежит 50% акций Сбербанка плюс еще одна. Чистая прибыль по итогам прошлого года выросла по сравнению с предыдущим годом в 2,4 раза и составила 542 миллиарда рублей, что превышает прибыль материнской организации в 12 раз. Понятно, что Сбербанк никогда и близко бы не приблизился к таким рекордным показателям, если бы не его влиятельный родственник. Такого откровенного и беспардонного конфликта интересов нет ни в одной банковской системе мира. Однако чиновников ЦБ это ничуть не смущает. Более того, Банк России все глубже и глубже погружается в банковский бизнес. В ведомстве Эльвиры Набиулиной приняли решение о санации Банка Открытия, а затем взяли на буксир БИН. Не исключено, что в ближайшие годы, а может и месяцы, Банк России объявит о санации новых коммерческих организаций. Но и это еще не все. Банк России подготовил законопроект о санации страховых компаний. Ведь он, как финансовый мегарегулятор, курирует и страховой бизнес. Уже сегодня ЦБ является самой крупной в России бизнес-структурой по величине активов. На конец прошлого года его активы составили почти 29 триллионов рублей. Если бы Банк России составлял консолидированную отчетность, включающую Сбербанк России, его дочки и внучки, то совокупные активы составили бы сумму, превышающую 52 триллиона. Для сравнения, активы таких гигантов российской экономики, как «Газпром» и «Роснефть» в конце прошлого года равнялись 17 и 9 триллионам соответственно. Не сегодня, так завтра ЦБ может поставить под свой прямой контроль всю российскую экономику. Валентин Ильич, я думаю, что абсолютное большинство наших зрителей, наших самих статистиков вообще не отдают себе отчета, что есть структура под названием «Центральный банк Российской Федерации». Вот этот даже короткий анализ, поверхностный, я бы сказал, он же просто шокирует. Это мощнейшая бизнес-структура, которая контролирует активы, превышающие «Газпром» и «Роснефть» вместе взятые. Я хочу понять, это что? Так это такой спрут, понимаете? Причем у этого спрута появляются все новые и новые щупальца, или будем так говорить руки, я уж не знаю, с чем сравнить. Сферы влияния. Сферы влияния, да. Потому что вот если дальше продолжать историю про Сбербанк, так вот у Сбербанка есть в свою очередь дочки, у дочек есть внучки. Ну, мы знаем историю одной из таких дочек и внучек там на Украине, там и внучка, и дочка одновременно. Они, собственно говоря, там сейчас проданы за три копейки. Не будет сейчас эту историю. Ну, фактически же это, будем так говорить, в конечном счете за это отвечает мама. А мамой является центральный банк. Слушай, мне правда сегодня, мы с вами говорим по понятиям буквально. Нет, понимаете, это материнская компания, материнская структура, да-да-да. Мама, и сразу вспоминаешь, Одесса мама, Ростов папа, а где же внучка, а где же жучка. А теперь появляется дочка в лице открытия, а дочка в лице Бина. А уже есть намерение объединить это в одну финансовую структуру. И Михаила Задорнова уже катапультирует туда на создание этого еще одного мегазазбанка. Понимаете, что еще появятся дочки, потому что в этом сюжете правильно сказано о том, что сейчас конструируется фонд консолидации страхового сектора экономики. Значит, там тоже появятся дочки. Это такой спрут. А, кстати, БИН сегодня был передан ЦБ управлению фонду консолидации банковского сектора. Это вот именно сегодня было принято. Ну, так это же так и... Подождите, другими словами, Эльвира Сахипзадовна-Набиулина – это самая влиятельная дама в России. А может быть даже и... Она выше стоит по тем активам, которые контролируют, чем вот эти все наши государственные и негосударственные... Ну, ну, Роснефть там отдыхает. Роснефть отдыхает, конечно. То есть Игорь Иванович нервно курит в сторонке, Миллер в сторонку, Костин в сторонку. Ну, они лица с обещательным голосом на самом-то деле. А она с блокирующим. А она, по сути дела, да, блокирующий голос. Вы поймите, что они, когда получили статус финансового мегагрегулятора, они во все щели забрались. Потому что через регулирование фондового финансового рынка можно добраться до каждого предприятия реального сектора экономики. Я имею в виду крупного, которое выходит на фондовый рынок. А желание есть? Это аппетит приходит на время еды. Вас беспокоит эта ситуация? А? Вас беспокоит эта ситуация? Да это жуткая просто ситуация. Я об этой ситуации во все колокола бью. Потому что они, понимаете, степ-бай-степ действуют шаг за шагом. Но скоро они доберутся до реального сектора экономики. Я вообще не исключаю, что в один прекрасный день мы услышим, что Центральный банк создает фонд консолидации российской экономики. Или российской промышленности. Или российская промышленность. По аналогии, фонд консолидации банкского сектора. Подожди, а это же логично. Доводишь ситуацию до банкротства. Да. А активы заложены в банках. Кто бенефициар? Центральный банк. Для того, чтобы поскорее наступил этот момент, надо проводить политику таргетирования инфляции, сжимать денежную массу, держать ставку рефинансирования на высоте где-нибудь там 8%. И тогда вы получите то, что вот я назвал в полушутку, в полусерьез фонд консолидации российской экономики. Во главе с Ильей Рессой Безадомой. Да, да. Есть еще одна тема, которую, я думаю, мы сегодня затронем, а затем продолжим в последующих эфирах с Валентином Юрьевичем. Я просто не могу ее не коснуться. Зато и в дыхании люди, далекие от тонкости финансового рынка, наблюдают за ростом так называемых криптовалют. Одна из которых пробила сегодня вверх отметку в 11 тысяч долларов. И подсчитывают свои потери, потери, конечно, в кавычках. Дескать, если бы раньше вложился в эту пирамиду, то сейчас катался бы как сыр в масле. Профессиональные игроки и их кураторы посмеиваются над этой алчностью дилетантов и приумножают свои состояния. Более того, разрабатываются и новые проекты, мегапроекты, так называемые цифровые деньги. USC так именует новую цифровую валюту, над которой в настоящее время активно работают мастодонты мирового финансового рынка. Такие как швейцарские UBS, немецкий Deutsche Bank, итальянский Santander и американский BNI Mellon. Как заявили участники консорциума, новая валюта будет иметь некое сходство с уже имеющимися криптовалютами типа биткоин. Но она будет использоваться внутри банковского сообщества для взаимных расчетов, поэтому никакой анонимности участников сделок быть не может. Главной фишкой расчетов станет использование технологии блочных цепей, то есть блокчейн, которая позволяет обходиться без посредников, снижать издержки расчетов и повышать их скорость. С момента создания консорциума из четырех крупнейших банков уже прошло более года. За это время к Союзу присоединилось еще несколько финансовых организаций мирового масштаба. Таким образом, число банков-участников увеличилось до 10. Все они тяжеловесы, входят в топ-50 мировых рейтингов. Эксперты говорят, проект «Великолепной десятки» отнюдь не из-за разряда венчурного бизнеса, где даже 10-процентная вероятность успеха считается уже неплохим показателем. Идея обречена на удачу. Она гарантирована, поскольку проект является социальным заказом шести центробанков, которые впоследствии должны будут давать свое добро на новую валюту. Многие эксперты полагают, что этот картель из шести ЦБ – прототип будущего мирового центробанка. И он фактически сейчас создает для себя новую единую совершенную валюту. Какое она получит название – неизвестно. Но с определенной долей уверенности можно сказать, что проект будет сопровождаться стремительным уничтожением национальных валют. Кроме того, как утренний туман, исчезнут все нынешние частные криптовалюты типа биткоин и эфириум. До определенного момента они были нужны для отработки технологии блокчейн, а также для того, чтобы приучать людей к использованию исключительно безналичных цифровых денег. Однако на этом их функционал будет исчерпан, а цифровое пространство будет зачищено от всякого рода криптовалютного мусора. И ведь об этом никто в России по большому счету не говорит. Табуированные темы. Все скачут вокруг эфириума, биткоины, а-10, а-11, завтра 12, или наоборот 5, а может быть 0. Эта ситуация очень серьезная. И эта тема, она имеет продолжение, она будет иметь продолжение, потому что таргет, целеполагание уже обозначено. Да, биткоин – это бабочка-однодневка, которая преследует конкретные цели. Во-первых, значит, приучить людей к безналичным деньгам. Во-вторых, биткоины – это отработка неких технологий, особенно технологий блокчейна. В-третьих, это некая информационная завеса, которая отвлекает людей, и они через эту завесу не видят вот контуров этой будущей мировой финансовой системы. В какой-то момент времени все это исчезнет, как утренний туман, и мы увидим совершенно новую систему, этот чудный новый мир, как говорил Хаксли, этот мир будет представлять из себя электронно-банковский концлагерь, основанный на цифровой валюте. Но эта цифровая валюта не будет уже деньгами в прежнем смысле слова. Это будет инструмент учета и контроля в концлагере. Вот эту тему Валентин Катасонов буквально через несколько минут продолжит в прямом эфире в наших официальных аккаунтах в социальных сетях, а также на сайте царьград.тв. Собственно, туда переходит мой нынешний визави. Валентин Андреевич, спасибо огромное. Спасибо вам. И до следующих встреч. Ну и в завершение, господа, еще раз скажу, что с 1 декабря все программы, информационно-аналитические материалы, телеканал «Царьград» вы сможете смотреть на сайте царьград.тв. Это будет главная наша платформа распространения. Ну и, конечно, в наших официальных аккаунтах в социальных сетях. Благодарим вас за то, что вы были с нами в телеэфире. И до встречи в интернет-эфире. Оставайтесь с нами. На этом все. Всего вам доброго. До завтра.